Глава 3. Вопросы и ответы. Первое. Спасибо вам за ответ. Ваш совет был очень полезен. Стирание масла после горячей ванны очень грело. Молочно-масляные клизмы как-то боязно делать, так как внутри какой-то спазм. Туда входит, греет, но обратно выходит мало и появляется озноб. Пробовал массаж с упаренной уриной стоп и кистей. Появляется стул, но самочувствие понижается. Легкий озноб, спазм в голове, шатает, много времени отнимает работа и учеба. Поэтому массаж тела неудобен. Сейчас я бегаю утром, бег 30 минут, откачка метаболитов, накачка энергии, нетти, не всегда, шанг прокшалана, пока полностью не освоил, пью мумиев, делаю легкую зарядку и упражнения на пресс. Много бегать и двигаться пока не могу, так как устаю и болят суставы в коленях. Стараюсь прокачать пресс, но не дает животик вздутый. В голове крутятся обрывки песен. Мысли путаются. Мысленно внушаю себе, что я здоров, полон сил и воли. Борюсь с чувством голода. Когда начинаю есть, сильно разгорается аппетит. Не могу наесться. Вечеру иногда срываюсь. Наедаюсь до отвала, чтобы снять раздражение от голода. Как с этим бороться? Первое. Выпить перед едой стакан холодной воды? Задает мне вопрос. Второе. Съесть за час до еды дольку чеснока? Вопрос. Третье. Съесть топленого масла? Вопрос. И четвертое. Или другое? Вопрос. И еще один вопрос. Почему не набирается вес? Рост 178. Вес 53 кг. Уже 3 месяца. Восстанавливает ли кефир правильную микрофлору в кишечнике? Комментарии и рекомендации. У этого человека перевозбужден жизненный принцип ветра. Это выражается в «вы», животик вздутый, в голове крутятся обрывки песен, мысли путаются. Это симптом дополнительно указывает на наличие зажатых эмоций по его форме жизни и циркуляцию их, что приводит к прокрутке песен, путанию мыслей и тому подобное. Болят суставы, боясь делать процедуры, наедание до отвала, особенно под вечер. По этой причине человек не может набрать вес, не может восстановиться нормальной микрофлорой в кишечнике. Я ему написал необходимые рекомендации, но люди с данной конституцией, то есть ветра, очень плохо воспринимают ее. Они пугливы и слишком эмоционально зажаты. Мысли путаются и повторяются одни и те же вопросы. Восстановит ли кефир правильную микрофлору в кишечнике? Нет. Ее в данном случае сможет восстановить молочно-маслонная клизма, питание и программа оздоровления, направленная на подавление первовозбуждившегося жизненного принципа ветра. Еще я бы посоветовал, это прием семена тмина, утром натощак, примерно пол чайной ложки, в рот не жуя и запить. Отлично! Восстанавливают микрофлору кишечника и вообще регулируют его работу. Как бороться с чувством голода? Сама программа подавления жизненного принципа ветра приведет аппетит в норму. Прокомментирую вопросы. Первое. Стакан холодной воды подавляет пищеварение и приводит к перевозбуждению ветра. Не подходит. Второе. Съесть за час до еды дольку чеснока, значит стимулировать жизненный принцип желчи, что приведет к еще большему увеличению аппетита. Третье. Съесть топленое масло, хорошая рекомендация в данном случае. Она поможет усмирить голод, но не усилит пищеварительные способности желудочно-кишечного тракта. Четвертое. В качестве другого. Очистить полевую форму жизни от патологического чувства голода. Который отключает аналитический ум и превращает человека в машину по пережевыванию и складированию пищи. И еще разок повторю. И применять семена тмина. Второе. Первое. Мне 42 года. Хочу узнать методику лечения хронического простатита на основе оринтерапии или сочетании ее с голодом. Лечение традиционными методами урологии положительного результата не дало. Второе. Обращаюсь к вам с просьбой о помощи лечения хронического простатита. Уже два года меня мучает боль в промежности. Болезнь обостряется в холодные дни и в зимний период. Третье. Мне 72 года. Почувствовал я затруднение мочеспускания два года тому назад. Лечащий врач поставил диагноз аденома предстательной железы и сказал, что нужна операция по ее удалению. Лечение мочегонными средствами, соблюдение режима лечащего врача положительных результатов не дало. Я не хочу делать операцию, так как убежден, что вылечить аденома предстательной железы можно. Прочитал ваши книги целительной силы. Первую и третью. Начал лечение мочой. Принимаю собственную урину между 3-5 часами утра. Всего за день 250-300 граммов. Лечусь в течение 25 дней. Пока положительных результатов не наблюдаю. Но хуже не стало. Моча идет тоненькой струйкой. Безбоязненно. Давление крови у меня 180 на 90. Почти исчезло дрожание рук. Прошу вас, помогите мне вылечить аденомы предстательной железы. Комментарий и рекомендации. Почему лечение традиционными средствами положительного результата не дает? Потому что причина находится в полевом уровне. Отсюда первая рекомендация по лечению простатита и аденомы предстательной железы очистит полевую форму жизни. Методика описана выше. Почему болезнь обостряется в холодные дни зимой? Потому что холод зущает коллоиды, которые в предстательной железе и без того сгущены от энергетического застоя, эмоциональный зажим страха, боязни высказаться, зажатой неудовлетворенности, сдержанной страсти или подавления полового желания. Вторая рекомендация. Применять урину в виде шерстяных компрессов, смоченных в упаренной урине или детской до 5 лет. В данном случае для разжижения можно попробовать компрессы из старой, пахнущей аммиаком урины в течение 30-45 минут через день. При этом надо ориентироваться по самочувствию, чтобы не было ожога кожи. Парная и горячие ванны, особенно в холодное время года, важная и полезная процедура при этом заболевания. Весьма поможет питью против воды, пропущенной через магнитотрон, а также собственной урины или уринового донора до 5 лет. Очень важны рекомендации по питанию. Потреблять такую пищу, которая бы не сгущала коллоиды организма, свежевыжатые соки, салаты или тушеные овощи, каши без масла, тщательно жевать, не кушать на ночь. Если у вас много решимости, то голодание в течение 15-25 суток на урине с компрессами, как описано, массажами, клизмами, радикально решит вашу проблему с простатитом и аденомой. Перед голодом хорошенько очистить печень. Возможно, очищением печени, толстого кишечника и остального, но без голода справиться с простатитой и аденомой. Еще бы я посоветовал это употребление по столовой ложке тыквенного масла. Утром натощак. Лично я применял, мне очень понравилось. Действует как раз на предстательную железу. Третье. Очень хотелось бы знать, что из себя представляет микроволновая печь в плане полезности. Погибают ли витамины в ней? Какой процент по сравнению с духовкой? Ответ. Микроволновая печь разрушает одну из главных составляющих энергии пищи, электромагнитную. В результате превалируют в пище гравитационную энергию, что ведет к сущению коллоидов и камнеобразованию. Обычно нагревание более естественная и полезная процедура по сравнению с микроволновой печью. Ввиду того, что биологическая активность витаминов определяется структурой электромагнитной энергии, то она теряется более значительно при микроволновом нагреве, нежели при тепловом. Ведь тепловой – это более грубый вид энергии, действующий больше на уровне материи, а микроволновой нагрев действует на уровне поля, разрушая его структуру. Четвертое. Посоветуйте, какие продукты нужно употреблять, когда нет свежих овощей и фруктов, то есть зимой и весной. Разве хватит для восполнения всего необходимого только морковки, свеклы и каш? Ответ. Лично я ем морковь, свеклу, капусту, лук в тушеном виде, полусырой и теплый. Различные каши с маслом, с морской капустой и особенно хлеб из проросшего зерна. В качестве напитков использую отвары из трав, сухофруктов, свежевыжатые соки моркови или свеклы с яблоками. Люблю кабачные семечки, а вот орехи не очень. Вот этого мне вполне достаточно, питаясь два раза в день. Если ем больше, с кулинарными премудростями, получается ерунда. Когда у вас все нормально функционирует, выше указанного предостаточно. Организм из этих продуктов сам производит все необходимое, все аминокислоты, все витамины. Если имеется грязь в организме или эмоциональные зажимы, этого питания мало. Вы привязаны к белкам, витаминам и так далее. А в голове не укладывается, как так можно питаться, не шутит ли автор. Медицина же советует столько и столько-то, а он, наверное, врет. Очиститесь от всего и сами будете так питаться, даже еще меньше и при этом голодать. Раз, три, четыре в году от семи до двадцати семи суток. Все, что касается продуктов, описано в первом и третьих томах целительных сил. Пятое, работаю по вашей книге «Целительные силы. Первый и второй тома». Обрела надежду на жизнь. Очень много улучшений. Перестала болеть голова. А я пила по восемь таблеток в день. Полит руков в день. Улучшился сон. Цвет лица. Немного распрямились ногти. Грибковые заболевания исчезли. Не дрожат руки и глаза. Все не перечис. Главное, я стала смелее. Худая я очень. 55 кг. Морщин нет. Но сама как палка. Никто меня не узнает. Все жалеют. Отчего я часто плачу. Но живота у меня теперь нет. А ведь раньше он меня душил всю жизнь. Прошу вашей консультации. Первое, что мне есть на выходе из голода, чтобы вырастить правильную микрофлору. Второе, как вернуть к жизни толстый кишечник. 15 лет после рождения дочери жила на слабительных. Ответ. Вам необходимо очистить полевую форму жизни, чтобы избавиться от страха полностью. Тогда восстановится и функция толстого кишечника, а также микрофлора. Я бы для восстановления микрофлоры посоветовал семена тмина о том, как употреблять, и рассказывал ранее. Для того, чтобы поправиться, надо применять программу подавления жизненного принципа ветра. Как это делать, описано в примерах и в книгах моих. Вы перегибаетесь с голоданиями, а также вы находитесь в возрасте ветра. Это ошибка. Шестое, мне хочется спросить вас о несоответствии в вопросе употребления пищи. В первом томе целительных сил в главе употребления пищи в течение дня страница 198-204. Утром, когда организм отдохнул и не нуждается в притоке энергии, наиболее подходящая пища – фрукты, соки. Крахмалистую пищу желательно употреблять на обед, она дает нам основную энергию, которую мы будем использовать в течение второй половины дня. Белковую желательно употреблять вечером, она нужна для возмещения структур, которые распались за день. Наилучшее время – 18 часов вечера. В это время сами процессы в организме переходят от распада энергетических структур к их синтезу. А в третьем томе вы пишете совершенно противоположное, страница 31. Найбольший прием пищи необходимо делать около 9 часов утра. Следующий прием пищи небольшой и легко усваиваемый, можно сделать между 15 и 17 часами. Буду очень признательный, если получу ответ на мой вопрос. Ответ вы пользуетесь устаревшей книгой, которую я написал в 1989 году. Тогда я не знал, что существует наука биоритмология и повторил рекомендации популярных натуропатов Шелтона и других. Они работают, их можно применять. В 1994 году, спустя 5 лет, мной была изучена биоритмология питания, которая вошла только в третий том. Даже переработанный первый том выпуска 1994 года не содержит этой информации. Но уже в этой книге имеется правильная рекомендация. Смотрите страницы 263-269. Первый прием пищи должен быть при ощущении сильного голода. Второй прием пищи должен быть при ощущении сильного голода. Третий прием пищи, если в этом будет необходимость. Правильная раскладка употребления пищи в течение дня дана в третьем томе. Можно пользоваться первым томом 1994 года издания. Я постоянно совершенствуясь, вносил новое дополнение, проверенное практикой и отметая догмы натуропатии, основанные на авторитете, а не на законах природы. Вообще, после написания четвертого тома, всю серию целительных сил надо переписать заново, ссылаясь только на законы природы, а не на умозаключение авторитетов. И тем не менее, все прекрасно работает, даже эти варианты. Седьмое письмо. Первое пишет вам мама двухлетнего мальчика Володи. Каждый день нашей жизни похож на кошмар. С рождения у него стафилококк кишечника, дисбактериоз, жидкий стук. Пища не переваривается, как следствие жуткий диетез. Нам ставят диагноз дерматопищеварительный аллергоз. До года у него мокло все лицо и руки. На теле не было практически живого места. По профессии я врач-стоматолог. Естественно, мы лечились у многих врачей. Интеросорбенты, биопрепараты, ферменты. Принимали новое лекарство хилакфорты для нормализации кишечной флоры. Было незначительное улучшение. Но вот наступала весна и вновь сильно обостыни. Опять высев стафилококк. Пробовали опять бороться с помощью лекарств. Эффекта никакого. Врачи сказали, наверное, это какая-то врожденная ферментопатия. Обследовали сына в генетическом центре. Ничего страшного не нашли. Но вот в руки попала ваша книга по уринотерапии. У меня появилась надежда. Сразу же у Володи началось обостыние, как только он начал пить свою мочу. Ни ночью, ни днем не спали. С 4 мая 1994 года. Параллельно я продолжала давать ферменты, так как состояние было тяжелое. Через 3 дня из кишечника начало выделяться слизь в огромных количествах. После дефекации я рискнула и стала делать клизмы с мочегоном через день. Первая клизма держалась в кишечнике целый день. Сейчас уже сделала 8 клизм. Через 10 дней от начала лечения наступило значительное улучшение. А еще через неделю кожа практически очистилась. Стул почти нормализовался. Но вот через 22 дня от начала лечения стали появляться гнойнички. Сейчас на него страшно смотреть. Гной течет с кожи лица ручем. Руки завинтованы. Я обрабатываю больные места мочегоном. Но гной все течет и течет. Мне страшно немного. Что будет дальше? Прошу вас совета. Мама-педиатр советует пользоваться мазами, преднизолоном и так далее, чтобы облегчить заживление. Стул у Володи наполовину оформлен, но крупных кусочков пищи нет. До сих пор выходит слизь. Он сильно похудел. Подолжать ли ему делать клизмы? Письмо 2. В июне этого года вы уже получали от меня письмо. В нем я рассказывала, какой у нас. Володя больной мальчик. С рождения стафилококк-кишечник, дисбактериоз, аллергический энтерит, экзема. Мокли до года лицо и руки. И сколько мы прошли врачей, профессора, больница, специализированный гастроцент. Эффект был незначительный. Когда сыну исполнилось 1 год и 9 месяцев, мы стали заниматься уринотерапией. У Володи было сильно обострение экземы. Еще более жидкий стул. Через 20 дней после начала лечения появились гнадячковые высыпания на коже. В местах самых сильных обострений экземы. Вы мне ответили, чтобы лечение не прекращалось. Как бы ни было тяжело. Целый месяц наш мальчик ходил в бинтах. В наняках было все. Лицо и руки до локтевых сгибов. Причем гной постоянно сочился. Обрабатывали ранным очагоном. В результате гнадячки собрались в группы, после которых остались симметричные пятна. На лице носогубный треугольник и подбородок полностью. Стул постепенно стал нормализоваться. Теперь он, как и положено, колбаской. Сделали посев на микрофлору. Стафилококк не обнаружен. Экзема пока еще не прошла. Осталась под коленями, в паху, на локтевых сгибах, запястьях, щечках. Зуд небольшой. Больше всего меня беспокоит аллергическая реакция на молочные продукты. Сразу рвот. Странно, что аллергия проявляется именно так. Наверное, у Володи аллергический гастрит. Но все равно он стал другим ребенком. Есть овощи и фрукты. Съел маленький кусочек куры. Раньше запаха не переносил. Периодически возникает обострение экземы без видимых причин. Мне удалось их снимать с помощью клизм с упаренной урины в течение недели. Комментарии и рекомендации. Люблю начинать разбор с самого начала. Поступим и на сей раз так же. Каждый день нашей жизни похож на кошмар. А собственно почему? Ответ во втором письме. Больше всего меня беспокоит аллергическая реакция на молочные продукты. Сразу рвота. Странно, что аллергия проявляется именно так. Жаль, что Володиной маме в руки не попал мой первый том, в котором на странице 152 рассказывается о негативном влиянии микрофлоры и далее на странице 153 о непереносимости молока, молочных смесей и так далее. Во втором томе в разделе «Жизнь от рождения до полового созревания» страница 31-41 эта тема еще более раскрыта и указываются ошибки во время вскармливания детей и к чему они приводят. И оказывается странно в этом ничего нет. Все должно идти так, как оно есть у Володи. Я целую вас к указанным разделам и вы все поймете сами. Нету ферментов для расщепления молочного сахара. Все это бродит и вызывает вот эти все аллергические реакции вплоть до отравления. Зашлаковка лекарственными препаратами, энтеросорбенты, биопрепараты, ферменты и новыми лекарствами была настолько мощной, что от применения урины, а она обладает очищающими свойствами, тегной ручьем. То есть тегной ручьем это еще указывает на то, что вот как раз все эти стафилококи были убиты и выходили, выходили из организма. Сколько было врачей, профессора, больницы, гастроцентров специализированных, а помогла урина, простая урина. Мама врач, бабушка детский врач, а ребенок у них заживо гнил. И этот кошмар они себе создали сами, ибо надо действовать в согласии с матушкой природой, с законными пищеварениями, с особенностями детского пищеварения. Вот эти знания, описанные академиком Уголевым, Павловым, на основании практического опыта, я дополнил их и в удобоваримой форме выдал всем. Пока вас будет так лечить, в кавычках, то такая фраза, как «наверное у Володи аллергический гастрит», вот это вот «наверное» будет верхом диагностики и лечения. Обострение возникает без видимых причин. Так как надо лечить мальчика Володю? Первое. Правильно кормить с учетом его возраста и физиологии пищеварения. Второе. Регулярно потребляет хлеб из проросшего зерна, в нем нет дрожжей и нету крахмала. Третье. Давать ребенку побольше гулять на свежем воздухе. Четвертое. Вот сейчас я ему порекомендовал, это использовать семена тмина. Все, больше ему ничего не надо. Если это не сделать, то в дальнейшем и уринотерапия не поможет, которая подавила закислением гниль, стафилококк и тем самым создала предпосылки к исцелению. Закрепление и упрочтение здоровья Володи может быть только с учетом выполнения вышеуказанных пунктов. А когда подрастет, очистите и полевую форму жизни. Восьмое. Мне 31 год. По знаку зодиака Овен. В марте прошлого года при годовой комиссии обнаружили туберкулез левого легкого, а также частично были затронуты бронхи и левая почка. До этого зимой были две сильнейшие простуды, после чего начал чувствовать себя плохо. Лечение с марта по август было стационарным. Через два месяца лечился в Ялтинском санатории. Вернулся домой с резким обострением. Снова стационар. В марте этого года мое состояние не улучшалось и не ухудшалось. Заметно поредели волосы. Постоянная слабость. Упал вес. Пропал аппетит. Полового влечения почти не было. Хронический простатит. В апреле ушел с больницы и решил провести фракционный лечебный голод по Войтовичу, но с мочой. Перед этим сделал чистку кишечника, пауокеру и одну чистку печени. 7 мая начал первую фракцию при росте 176 сантиметров, весил 67 килограммов. Прием мочи 3 раза в день. Массаж упаренной урины по часу утром-вечером. Клизмы 100-150 граммов упаренной урины утро-вечер. Воду пил около литра, кипяченая талую. За весь период 21 дней чувствовал себя относительно. Состояние то ухудшалось, то улучшалось. Постоянная слабость. Гулять на улице почти не гулял. В это время у нас еще холодно. Архангельск. И я постоянно мерз, несмотря на одежду. Да и ходить было трудно. Очень уставал, поэтому в основном лежал. После клизм отошло много слизи, черни и так далее. 27 мая закончил первую фракцию. Моча была нечистая и неприятного вкуса. После клизмы муть 10 дней выходил на овощных соках, фруктах, салатах, кашах, на воде без соли. У меня к вам вопросы относительно питания при моем заболевании и сроках голодания. Первое. Можно ли между фракциями применять соль? Мой ответ. Нежелательно. Лучше морскую капусту в молотом виде. Второе. Кисломолочные продукты. Творог, кефир, сметану, простоквашу, йогурт. Отвечаю. Можно, но дней через 20-30 после выхода из голода. Третье. Мясо птицы. Хлеб. Какие жиры? Отвечаю. Сейчас принимать только растительные. Также через 20-30 дней после выхода из голода. Хлеб лучше из пророжшего зерна. Жиры топленое и растительное масло. Четвертое. Какую применять белковую пищу? Ответ. Фасоль, горох, орехи, куриные яйца, мясо в отварном виде. Пятое. Моча сейчас чистая и безвкусная. Можно ли ее упаривать для втирания или применять солевой концентрат других? Отвечаю. Можно. Шестое. Как для меня применять компрессы? Какие на спину или грудь? Продолжительность по времени. Можно ли применять глину? Ответ. Применяйте обертывание грудной клетки шерстной тканью, смоченной в упаренной урине или свежей детской до 5 лет. Продолжительность всю ночь. Но перед этим делом надо попробовать, как кожа реагирует на урину. То есть все делаем по самочувствию. Запоминайте. Глиняные катаплазы применять не обязательно. Только когда начнется обильно отхождение мокроты. Седьмое. Вторую фракцию голода начну 1 июля 25 дней. После чего хочу сделать перерыв 2 месяца. Немного ли перерыва до начала третьей фракции? Отвечаю. Нормально. Хотя можно было бы и сократить в 2 раза. Было бы лучше. Восьмое. После голодовки, когда начинается восстановительное питание, вышли геморроидальные узлы. Как с ними бороться? Отвечаю. Голод возбуждает жизненный принцип ветра и выпадение геморроя типичное явление неправильного выхода. Сразу после окончания голода надо делать горячие ванны с последующим смазываем тело оливковым или топленым маслом. Пищу употреблять продукты в теплом виде, тушеные или полусырые овощи, хлеб из проросшего зерна. При правильном приготовлении это живой продукт. А далее каши и так далее. Желательно еще с неделю делать микроклизмы, а то и больше с обычной урины. Это поможет мягко вывести организм из голода и избежать обострения геморроя. А также вставлять свечи из сливочного масла на ночь. Отличная процедура, тогда и клизмы не надо делать. Девятое. Делать мне клизмы между фракциями? Ответ. Не обязательно. Десятое. Правильно ли я делаю? Может мне нужна одна фракция и до конца, пока моча не станет чистой и безвкусной, исчезнет налет на языке и клизмы тоже станут чистыми? Вообще, что вы можете порекомендовать при моем заболевании? Отвечаю. Вы правильно применили стратегию исцеления. Действуйте. Все необходимые советы уже даны. Одна фракция не сделает такого очищения и оздоровления, как три. Если все сделаете, будете полностью здоровым мужчиной с могучей потенцией. Девятое. В 1982 году я потеряла свою единственную дочь. Почти сразу же ослепла на левый глаз. Осталось только немного бокового зрения. Возникла бронхиальная астма. Гипертоническая болезнь второй степени. Атеросклероз. Хронический холецистит. В 1993 году в мае начала делать очищение организма. Изменила питание. Чистила суставы два раза. Четыре раза очистила печень. И провела лечение подсолнечным маслом в течение месяца. Чувствовала себя более-менее нормально. После этого решила закрепить лечение. И пошла к Людмиле Ким. Она провела 18 сеансов. И ровно через месяц, с марта 1994 года, началось сильное обострение. 23 ноября начала курс лечения с клизмами урины. В связи с этим у меня возникли вопросы. Первое. У вас написано, что лекарства несовместимы с уринотерапией. В данное время я применяю гормональный аэрозольный ингалятор. Как быть? Если урину применять на кожно, то можно. Второе. Можно ли смешивать различные виды урины для упаривания? Ответ. Да. Третье. Сколько может храниться упаренная урина? И в течение какого времени можно ее использовать? Ответ дан ранее. Четвертое. Если пить урину с залпом, то обязательно ли нечетное количество глотков? Ответ. Нет. Пятое. Правильно ли я делаю, собираю урину в течение 4 дней, затем 3 дня выставиваю, а потом упариваю? Нет. Ответ. Просто собираете нужное количество и без всякого выстаивания упариваете. Шестое. Если сезонная активность легких в 1995 году с 25 июля, значит ли это, что лечение, которое я начала, будет малоэффективным? Ответ. Нет. У вас будет нормальный эффект. Более выраженный будет в сезон активности, низким в противоположный период активности, то есть весной. Седьмое. Вопрос о хлебе. Можно ли его потреблять на первоначальном этапе лечения или совсем нет? Ответ. Вы многое приобретете, употребляя в пищу хлеб из проросшего зерна. О том, как его делать, вы можете посмотреть на ютубе, на моем канале, плейлист «Целебная кулинария». Восьмое. Можно ли есть сухари и хлебцы хрустящие? Ответ. Можно. Если больше ничего нет. Девятое. Можно ли использовать вегетарианские первые блюда или совсем нельзя кушать первые? Ответ. Можно. Десятое. У меня к вам вопросы. Первое. Когда считать днем новолуния в период невидимости луны и сколько этот период длится? Ответ. Как только лунный месяц кончился, это 29,5 дней, первый день новолуния. Длится он по-разному. Несколько часов. Это написано в отрывном календаре. Второй день это уже не новолуния, а первая четверть луны. Вплоть до 7-8 дня. Второе. Как налаживаются биоритмы друг на друга по восточному календарю или же по нашему? Можно их налаживать как по нашему, так и по восточному. Новый 1995 год по восточному календарю с 30 января. Отсчитывайте от 30 января, 72 дня это активная печень. Лунный месяц начался тоже с 30 января. Значит активность печени по лунному циклу будет во второй фазе, то есть с 7 по 15 февраля. Следующая активность печени будет по лунному циклу аж через 4 недели. С 9 по 17 марта. Что это значит? Это значит, что активная в течение 72 дней печень будет иметь пики активности в феврале с 7 по 15, а в марте с 9 по 17. А на высшей точке активности печени будут наблюдаться 12-13 февраля, 13-14 марта с 23 до 3 часов ночи. Вот так происходит наложение сезонного, лунного и суточных биоритмов друг на друга. Третий, как вести отчет 72 дня по нашему календарю или по восточному? Новый 1995 год по восточному календарю 30 января. Как начать правильно вести отчет от нашего или от ихнего? Ответ дан выше. К 30 января прибавляете 72 дня, это активность печени. Расчет 30 и 31 это 2 дня, 28 дней февраля, 31 дней марта и еще 12 дней апреля. Другими словами, активность печени начнется с 13 января и закончится 12 апреля. Затем прибавляете к 12 апреля 18 дней, это активность селезенки желудка поджелудочной железы, то есть с 12 по 30 апреля. Затем прибавляете еще 72 дня, это активность сердца и тонкого кишечника, потом 18 дней и так далее. Четвертое. Можно ли верить настенному календарю, в котором указаны лунные циклы? Ведь Луну из-за облачности не видно было? Ответ. Можно. Одиннадцатый. У меня к вам вопросы. Первое. Как быть с суточными биоритмами с переходом на летнее время? Ответ. Суточные биоритмы определяются по местному времени. Запомните, что все биологические ритмы осуществляются только по местному времени, поэтому все расчеты необходимо произведить только из него. Чтобы правильно узнать местное время, необходимо сделать следующее. Встаньте до восхода солнца и засекайте по часам момент его восхода, а в конце дня и захода. Общее время от восхода до захода, допустим, составляет 10 часов. Разделите это время пополам, это будет полдень по вашему местному времени. По московскому времени, допустим, он соответствует 12 часам 30 минутам. Теперь от этой временной точки отнимите 1 час. 12 часов 30 минут минус 1 час равняется 11 часам 30 минут. И вы узнаете начало активности сердца по московскому времени. 11 часов 30 минут. А так как сердце активно 2 часа, то прибавив к этому времени 2 часа, 11 часов 30 минут плюс 2 часа равняется 13 часов 30 минут. Вы узнаете период активности сердца по московскому времени. В результате такого пересчета вы ориентируетесь по московскому времени, будете жить по местному и знать какой орган активен. Когда будет перевод стрелок на летнее время, то есть время передвигается на час вперед, вы соответственно смените точку полдня вперед на один час и от нее будете делать соответствующие расчеты. Например, переходите на летнее время. Для этого от 12 часов 30 минут вы читаете один час и получаете 11 часов 30 минут. Это у вас местный полдень. От 11 часов 30 минут отнимаете один час и вы получаете 10 часов 30 минут начала активности сердца. Через 2 часа 12 часов 30 минут оно заканчивается и начинается двухчасовая активность тонкого кишечника с 12 часов 30 минут по 14 часов 30 минут и так далее. Кто желает ознакомиться с этим вопросом более детально, рекомендую изучить пульсовую диагностику. Усиление пульса в соответствующей точке указывает на активность соответствующего органа, уменьшение на переход в неактивное состояние. Второе. Делается ли противовода из дистиллированной? Ответ противовода из дистиллированной не делается. В дистиллированной воде нет солей вообще, а в противо их содержится оптимальное количество для работы организма. Поэтому противоводу можно применять постоянно, а дистиллированную лучше использовать только в период голода для лучшей расшлаковки организма. Третье. Можно ли ионизировать свежую урину и мочегон и ионатор с серебряными стержнями? Ответ. Можно. Лично я поступаю следующим образом. При упаривании урины ложу в нее золотое кольцо и магнит. За два часа кипения урина насыщается ионами золота и меди. Если положить серебряный предмет, что многие делают, то произойдет насыщение урины ионами серебра. Как в первом, так и во втором случае такая урина гораздо дольше сохраняется и обладает соответствующими качествами. При раковых заболеваниях весьма полезно при приготовлении упаренной урины, а также обычной свежей, класть в нее очищена медицинская железа. Насыщенная ионами железа такая урина лучше действует на раковые клетки. Четвертое. Начала отчитывать лунный месяц с 10 февраля по 29,5 дней. Правильно? Если нет, подскажите, пожалуйста, как отчитывать в июле 1994 года у меня новолуние попадает на 8 июля. Ответ. Вы правильно рассчитываете. Но лучше купите отрывной календарь, где указаны даты новолуний по налуний 1 и 3 четверти. Пятое. В первом томе в разделе Бхастрика Пранаяма непонятно откуда в конце 6 месяца занятий по этой методике появляется 324 вдоха-выдоха, выполнив 3 упражнения. Ведь в конце этого раздела вы пишете, что это упражнение надо выполнять 2 раза в день, по крайней мере 1 раз, то есть получается 216 или 108 вдохов-выдохов. Кроме того, во втором томе вы предлагаете вариант Бхастрика Пранаяма с попеременным закрыванием и открыванием ноздрей. Какой же вариант дает лучшие результаты? Ответ. Бхастрика Пранаяму лучше всего выполнять 3 раза в день, утром, в обед и вечером. Вот откуда 324 вдоха-выдоха. Упражнение выполняется до еды, но ввиду того, что мало кто может так практиковать Бхастрика Пранаяму, дается послабление до 2 и 1 раза в день. Бхастрика Пранаяма с попеременным открыванием и закрыванием ноздрей дает более лучшие результаты, ибо выравнивает работу Ида и Пингала Нади. Но этот вариант Бхастрика Пранаямы следует выполнять после освоения первого. Шестое. На странице 95 первого тома в разделе очистки суставов с помощью риса указано, что рисовую кашу нужно разделить на 4 части и принимать точно в назначенное время. Какое именно время? 0,5 кг вареной свеклы или яблок нужно съесть за один прием или тоже разделить на несколько порций. Вы употребляете глагол съедать, означающий повторяющиеся приемы пищи. Можно ли в дополнении к свекле или яблокам принимать жидкость? Ответ. Точно в назначенное время подразумевает прием риса с интервалом в 3 часа. Первый прием, например, в 8 часов, второй в 11, третий в 14 и четвертый в 17 часов. А перед приемом риса кушать свеклу или яблоки. Это значит, что 0,5 кг свеклы или яблок делите на 4 части по 125 грамм каждое и съедайте, а после кушайте рис. Если вам захочется пить, то лучше выпить стакан противо или дистиллированной воды до употребления свеклы. Можете вареную свеклу и яблоки заменить свежевыжатым соком из свеклы и яблок. Примерно 50 грамм свекольного сока плюс 150 или 200 граммов яблочного, что значительно улучшит и упростит очистительную процедуру. Седьмое в книге неоднократно упоминается о вредном воздействии дрожжей, используемых в выпечке хлеба и кулинарных изделий. Почему тогда на странице 279 первого тома в рецепте дрожжевого напитка указываются пекарские дрожжи, хотя раздел посвящен пивным дрожжам. Погибают ли дрожжи в хлебе в случае приготовления сухарей? Ответ. Ввиду того, что пивные дрожжи многие не могут достать, можно использовать пекарские дрожжи, которые после приготовления дрожжевого напитка инактивируются путем нагревания напитка до 100 градусов. Кроме этого, в разделе о пивных дрожжах допущена печатка вместо 16 кг муки на 100 кг питьевых дрожжей следует читать. Для приготовления 100 кг питьевых дрожжей расходовались 16 кг муки, переработанная в первом томе, это опечатка на странице 320. С сухарями дело оказалось сложнее. При приготовлении сухарей из хлеба после интенсивного прогрева при температуре выше 100 градусов пекарские дрожжи инактивируются. Но ввиду того, что при промышленном производстве дрожжи имеются в воздухе, происходит обратное осеменение всей хлебобулочной продукции, в том числе и сухарей. В принципе, можно добиться уничтожения дрожжей в сухарях, например, при домашнем приготовлении. Но сами по себе сухари извращенный продукт и при переваривании сильно меняют внутреннюю среду организма в неблагоприятную сторону. Во-первых, это сухой продукт, содержащий токогравитационную энергию и представляющий собой крахмалистый клей. Если его есть отдельно, то он обезвоживает организм, сгущает кровь, высасывает на себя сосудной жидкость из крови. Во-вторых, на его усваивание требуются витамины и микроэлементы, которых он не содержит. В-третьих, если его запивать, как это обычно происходит во время еды или после, после сухарей хочется пить так же. Крахмал плохо переваривается и ослезняет организм. Вы можете забыть о дрожжевом напитке и сухарях, если будете приготовить себе хлеб из проросшего зерна. Этот хлеб содержит все необходимые для своего усвоения, очень вкусен и невероятно полезен. Ну, например, вот я сразу чувствую, как он сильно повышает половую потенцию. Восьмое. Сколько по объему нужно налить оливкового масла в емкость со смесью трав для приготовления виватона? 0,5 объема полностью. Нужно ли процедить смесь после настаивания? Нет ли ошибок в продолжительности настаивания? 10-15 минут. Ответ. Оливковое масло нужно наливать полностью. Например, если у вас литровая банка, то измельченные на кофемолке травы засыпаются в количестве 1 треть-1 четвертой ее объема и заливаются полностью, около литра оливкового масла. В книге имеется опечатка, настаивать необходимо 10-15 дней. Процеживать смесь после настаивания не рекомендую. Трава сама осядет плотным слоем на дно. Во время настаивания раз в 2-3 дня перемешивают смесь деревянной палочкой. 9. Можно ли начинать уринотерапию хотя бы без приема внутрь и клизм? Например, с массажа ванн компрессов на фоне приема противовоспалительного препарата? Ответ. Можно. Но помните, урина сама по себе лучший противовоспалительный препарат и лучше всего действует через кожу. 10. Сколько времени можно хранить мочегон? Ответ. Если его после приготовления лежать в холодильнике, то время его действия может сохраняться до 1-1,5 месяцев. Запомните такую вещь. Вы можете хранить мочегон в любом месте, но как только от него пойдет аммиачный запах, это говорит о том, что срок его годности подошел к концу, но вы его не выбрасывайте, а просто перекипятите и используйте снова, пока он обратно не выдаст аммиачный запах. Что говорит о появлении в нем щелочных свойств, которые для заживления ран и массажа не подходят. 11. Обязательно смывать мочу после протирания компрессов, особенно головы? Ответ. После того, как урина полностью питается, смойте ее теплой водой без мыла. Если у вас имеется возможность не смывать урина, особенно упаренную, то не смывайте до тех пор, пока это не надоест вам. 12. Какую глину употреблять для катаплазии? Ответ. Любая, которая имеется в вашей местности. Главное, чтобы в ней не было никаких токсических и радиоактивных веществ. 12. Мне 68 лет. Кроме неврологии тройничного нерва, обнаружили другие заболевания. Когда жил в горах, их не было. Радикулит, полиартрит, простатит, почки, аденомопростаты. Долго и трудно лечился. Мацеста, ионобромные ванны, лечебные грязи, медикаменты, физиотерапия и иглоукалывание. А в результате показания на удаление почки. Я стоял на лезвию ножа и понимал, что если выживу, то стану калекой. Мой врач уролог предложила свой метод лечения. Я бесконечно благодарен ей за это, и угроза операции была ликвидирована. Пил керосин. Затем она дала мне книгу Армстронга «Живая вода». И я стал лечиться собственной мочой. Утром пил и промывал нос. Вечером компрессы на почке и мочевой пузырь. Ножные ванны. Затем прикладывал медные пластины к больным местам. Боли уже не было. И медный аппликатор Кузнецова на 30 минут через день. Начал много двигаться и делать упражнения утром. Дело пошло на поправку. Затем познакомился с целебными свойствами проросшей пшеницы. Стал потреблять утром по 100-150 граммов. Пошел гулять по росной траве. А также обливаться холодной водой. После которой чувствовал бодрость и свежесть во всем теле. В вашей книге для меня божественное озарение. Но возникли вопросы. Первое. Когда обливаться водой? До или после прогулки по росе? Ответ. Лучше обливаться после прогулки по росе. Ибо обливание более мощная процедура. И вы ничего после нее не почувствуете в смысле стимуляции. Второе. Надо ли разогреваться упражнениями до обливания или после? Ответ. В жаркое время года разогреваться не надо. Но в холодное обязательно. Но не сильно. И до и после. Особенно до обливания. Чтобы вода лилась на теплое тело. Что предотвращает внедрение патогенной биоклиматической энергии холода. Но при этом разогрев тела должен быть такой, чтобы поры были закрыты. Это очень важно. Третье. Когда обливаться вечером? Ответ. Между пятнадцатью и девятнадцатью часами. Особенно хорошо обливаться. Либо применять контрастный душ после работы, когда вы устали и требуется энергетическая подкачка. Тринадцатое. Только сейчас удалось прочесть ваш трехтомник целительной силы. И выразить глубокую благодарность за несколько бессонных, но приятных ночей. Так резко поднимающий наш кругозор жизни. Мне пятьдесят семь лет. По профессии строительный. И как все имею букет болячек, с которыми борюсь долго с переменным успехом. Я пользуюсь вашим любезным приглашением поговорить о книге. И вот такие мысли она мне навеяла. Около двадцати лет я систематически собирал из газет, журналов, книг по крупицам, отдельные сведения, касающиеся оздоровления человека. Вы сделали это в полном объеме. Спасибо за вас большой труд. Да, изложение очень доступное. Еще один плюс. И главная книга родила уверенность, что полное оздоровление – это реальность. Походил, подумал, как с чего начать. Но не получается что-то. Проблема первая. Каждая вновь перечитанная книга не только расширяла горизонт знаний, но зачастую игнорировала и даже перечеркивала вчерашнее представление. Даже самые современные авторы прямо противоположны в своих рецептах. Вот и разберись, простой человек, где полезно, что неправильно. Например, попала мне брошюра Болотова, где он выдал пять правил. Действуй и будешь жить 120 лет. А что делать? Верить или не верить? Конкретный вопрос. Могли бы вы, имея такую эрудицию, разобрать современные рецепты по их настоящей ценности и пользе? В книге Брега описан случай выхода из тела 50 граммов ртути. Это такая липа, что вся его отличная книга стала сразу легкой по доверию. А лечение больного человека собственного больной уриной снова загоняет в тело шлаки, который он выбрасывает. Тут что-то не связывается. Если же я право недопонял, то тем более есть причины внести ясность, чтобы в такую же ловушку не попались другие люди еще менее грамотные. Я все же думаю, что мои сомнения будут присущи многим читателям, и мы надеемся, что вы их развеете. Ответ. На все ваши вопросы имеются ответы в этих четырех книгах. Тем более, что я сам себе задавал и находил ответы на такие вопросы, которых нет ни в одной книге. Именно эти книги я сам использовал и совершенствовал, когда сам оздоравливался, спасаясь от смерти и продолжая совершенствовать и использовать. Все книги, которые я использовал, были для меня материалом, которому надо было придать форму и содержание, которые бы работали во всех случаях жизни и подходили для любого человека и на любой стадии болезни. В этом уникальность моих книг и меня самого не как систематизатора, а как новатора. Увы, написав книги, я всего лишь повторил мудрость древних мудрецов, да и то не все, на современном языке. Поэтому многие люди, в том числе и вы, запутались в моих рекомендациях. Да потому, что в полевой форме жизни, подавляющего большинство людей, столько эмоциональных зажимов шлаков, что для действия аналитического ума практически не остается свободного пространства, а память блокирована. А теперь конкретно по вопросам, с чего начать оздоровление. Первое. Смягчайте свой организм перед очищением. Второе. Очищайте толстый кишечник, печень, почки, клетки и так далее. Третье. Правильно кушайте с учетом собственной индивидуальной конституции, возраста, сезона года, биоритмологии суток и особенностей человеческого пищеварения. Четвертое. Стимулируйте биосинтез и биоэнергетику для поддержания жизненного тонуса. Пятое. А самое главное. Очищайте полевую форму жизни и укрепляйте ее. Насчет лечения больного человека, его же больной урины, растолковано в третьем томе. Читайте его до дыр, пока информация полностью войдет в голову и что-то в ней свяжется. Я в свое время очень сильно уважал книги Поля Брега. Я собственноручно перепечатал, оформил и переплел чудо голодания где-то в 1983-84 годах, когда о ней очень мало кто слышал и начал заниматься. Сейчас эта книга для меня мало что значит, из-за того, что там не освещены главные темы голода, и особенно голод и индивидуальная конституция. Сравните мою книгу по голоду, второй том и чудо голодания, вообще любую книгу по голоду, и вы увидите массу проколов, которые могут вернуть вас на голоде и после него в катастрофическое положение. По тем же самым причинам нет рекомендаций по индивидуальным особенностям организма, сезонам года и так далее. Ну вот что касается выхода 50 граммов ртути, я с этим целиком согласен. На 27-й день голода, в разгар написания этой книги, я голодал на урины весь ноябрьский лунный месяц, и из меня выходила при горшнями черная желчь, которая запросто могла включать в себя компоненты ртути из лекарств. Проголодайте сами, и вы сразу поймете, что тело человека состоит не из воды, а из дерьма и воды. Сознание напичкано до предела империлам, а вы на самом деле не вы, а дюжина или более привычек, проявляющихся в зависимости от той или иной жизненной ситуации. Когда очиститесь от всего этого хлама и дерьма, превратитесь в высоконравственного, умного, свободного человека. Что касается Болотова, то он прав отчасти, а для того, чтобы был прав целиком, надо дать рекомендации по поддержанию порядки полевой формы жизни, индивидуальной конституции, возрастным особенностям и так далее. Поэтому Болотовские рекомендации подходят более всего к нему самому. Если вы похожи на него, конституционно, имеете одинаковый возраст, ведете примерный образ жизни и так далее, они помогут и для вас. А если нет, 120 лет для вас нереальны, дотянете до 70-90, и это будет очень хорошо. Сноска. Да и сейчас уважаю этого великого человека. Извиняюсь, что так написал 20 января 2019 года. Что же касается Бориса Болотова и других авторов, у которых я несколько пренебрежительно отозвался, извините. Продолжим. И наконец, какие книги надо читать и руководствоваться в оздоровительной практике? Наука о здоровье человека занимает тома. Поэтому, если в брошюре говорится о всеобщем подходе и потрясающем эффекте, не верьте. Если описывается оздоровительная процедура без учета индивидуальной конституции, возраста, полевой формы жизни и тому подобное, не верьте. Подобная рекомендация может сделать вас больным еще больше, чем до лечения. Поэтому читайте все, анализируйте, подбирайте для себя, пробуйте. Но за основу возьмите мой четырехтомник. Там не только все лучше, эффективное, проверенное, но дано именно для вас. Вам остается только взять свое и действовать. Заключение к этой части. Эта часть была посвящена разбору ошибок, наиболее часто встречающихся при реализации оздоровительной программы. Старайтесь не допускать их. И если возникнут, вовремя исправляйте. Разобраны наиболее часто встречающиеся заболевания и подходы к их устранению. Человека больше всего страшит неизвестность и безысходность. Зная работу первичного сознания и физиологии тела, можно быстро скорректировать свою жизнь таким образом, что заболевание, лишившись опоры, исчезнет без следа. Вопросы, которые возникли у некоторых читателей, повлечили свои ответы. Я вам советую задавать их не мне, а самим искать на них ответы. В этом ваша сила и развитие. Общее заключение к четырехтомнику целительные силы. О, друзья! Тот, кто хочет жить не болея, кто хочет лечить болезни, пусть учит наставление по врачеванию. Кто хочет долголетия, пусть учит наставление по врачеванию. Кто хочет выполнить харму, то есть свое предназначение, быть богатым, счастливым, пусть учит наставление по врачеванию. Кто хочет избавить от страдания других, кто хочет вознестись над головами, пусть учит наставление по врачеванию. Ричи Вижняна, воплощение в хайджане гуру, это Будда медицины, Будда исцеления. Именно вот этому вот совету я и последовал. И все, что тут написано, получил на самом себе. Истинно сказано, все сбылось. Свершилось благое дело как для русских людей, так и для населения всей матушки земли. Да, давненько не было подобных книг. Последний раз нечто подобное видел Авиценна тысячу лет назад. Вот как он это вспоминает. Однажды Нуха Ибн Мансура, тогдашнего правителя Бухары, постигла болезнь, озадачившая врачи. Поскольку я в ту пору был известен среди них, как человек, много знающий и начитанным, они завели при Эмире разговор обо мне и предложили вызвать меня. Я явился. Вместе с ними принял участие в его лечении. И служением ему удостоился отличия. Как-то раз попросил у него разрешение войти в библиотеку, почитать хранившиеся там книги и ознакомиться с их содержанием. Разрешение мне было дано. И вот впускают меня в здание со множеством комнат, в каждой из которых лари со сложенными в стопки книгами. В одной комнате книги по арабскому языку и поэзии, в другой по фикху. И так в каждой книге по одной из наук. Ознакомившись с перечнем сочинений древних ученых, я прошу то, что мне нужно. И вижу такие произведения, о которых многие не слышали даже по названиям, и которые не приходилось мне видеть ни прежде, ни потом. Кстати, многих озадачивают, почему я, не имеющий медицинского образования, написал такие книги. На это я отвечу так. А кто обучал Авиценну? Какой медицинский колледж или институт он окончил? Итак, опять Авиценна рассказывает о том, как и где он получил образование. Вскоре во мне пробудилась склонность к медицине, и я взялся за изучение посвященных ей сочинений. Врачебная наука отнюдь не относится к разряду трудных, а потому я преуспел в ней за самый короткий срок настолько, что учиться у меня в медицине начали почтенные врачи. Пока я пользовался больных, мне открылись такие, дающиеся опытом способы лечения, которые нигде не были описаны. И было мне в ту пору от роду 16 лет. Вслед за этим я на полтора года целиком погрузился в науку и учебу, возобновив занятия по логике и всем отраслям философии. За это время не выпало и ночи, чтобы я выспался, и не было случая, чтобы я в течение дня занимался чем-нибудь другим. Я клал перед собой стопкой листы бумаги и, разбирая доказательства, каждый раз записывал, какие у он их силогические посылы, каков их порядок, какие выводы из них можно сделать. И при этом старался не упускать из виду условий, коим должны отвечать посылки. И так до тех пор, пока, наконец, вопрос не становился неясен. Если с тем или иным вопросом у меня не ладилось, и мне не давался в нем средний термин силогизма, я отправлялся в соборную мечеть и молился, взывая о помощи к Создателю Вселенной, пока мне не открывалось то, что было многотрудным. Возвращавшись домой, я ставил перед собой светильник и вновь принимался читать и делать записи. Всякий раз, как одолевала дрема или чувствовалась усталость, я обращался к кубку с вином, пил, чтобы ко мне вернулись силы, и затем возобновлял занятия. А всякий раз, как мною овладевал сон, те же самые вопросы являлись в сновидении, и немало их мне прояснилось во сне. И так продолжалось до тех пор, пока я окончательно не не креп во всех науках. Ему в ту пору исполнилось 18 лет, и стал разбираться в них в меру человеческих возможностей. Все, что было познано мною тогда, таково, будто я познал это только теперь, по сей день. К тому не прибавилось ровно ничего. Что касается меня, я изучал и изучаю медицину древнюю и современную, а попутно массу прикладных наук. Постоянно что-то практикую, набираюсь практических знаний. А самое главное, у меня есть нечто, что дает создатель вселенной сдать долгий подвижнический труд в течение многих жизней. Это есть у каждого, но открывается оно собственным, целеустремленным, волевым усилием в течение многих жизней. Увы, этому в колледжах и институтах не обучают и с дипломами не дают. Что касается медицины, ее деление на традиционную и нетрадиционную и так далее, скажу, существует единое знание о здоровье человека. В сжатом виде оно изложено в этих четырех книгах. Это истинная медицина. Все остальное, как бы оно ни называлось, есть сознательное или по невежеству, членовредительство, в традиционной или нетрадиционном манере. У каждого из нас есть выбор. Так делайте его. Я выполнил обязательную программу. Осталось произвольное. Я с вами в каждой книге, в каждой странице, в каждом слове. Желаю вам стать человеком здоровым, умным, красивым внешне и внутренне. Желаю вам жить и процветать ныне в физическом теле и во веки веков в духовном. 28.12.1994 года. Генеша Малахов Геннадий. Подготовлена к выставлению в мою библиотеку. 21.2019 года. Конец книгам целительной силы. Но у жизни не было и нет конца. У жизни только настоящие. Так наслаждайтесь им. И, наконец-таки, моя обязательная программа закончилась 2 февраля 2021 года, когда я прочитал все четыре тома. Субтитры создавал DimaTorzok.